Битвы А главная задача, которую ставят перед собой до взвешивания, это сгонка веса. До начала турнира осталось не так много времени и за оставшиеся дни спортсмену необходимо сбросить еще 5 килограммов. Как правило, самый главный бой вечера последний и именно к нему готовится Адам. Его оппонент – боец из Украины. Евгений Праксин, у него 16 боев, очень опытный боец, 32-летний боец. Он хорош в партии, хорош в стойке. Ну мы покажем ему все, на что мы готовы. Иса Ханиев по прозвищу Алан славится своей отточенной техникой ведения боя. Это можно наблюдать и на тренировках. Смешанными единоборствами Иса занимается вот уже 5 лет. В соревнованиях такого уровня участвует не первый раз и уже обзавелся преданными фанатами. Спортсмен делится. До перехода в М1 он занимался боксом, кикбоксингом и грепплингом. И эта база дает ему немало преимуществ в бою, как в стойке, так и в партере. Иса весит 73 килограмм и ему нужно сбросить вес до 68. Здесь тренируются спортсмены из разных спортклубов республики. Все любители М1 объединились в одну бойцовскую команду. Тренируются на общий республиканский результат. Ведь победа в этом турнире спортсменам открывает дорогу в М1. Это своего рода отбор самых лучших. И здесь уже главное не участие, а именно победа. Только на такой исход настроены ингушские бойцы. Этот вид спорта все больше набирает популярность среди молодежи республики. На всех битвах наши бойцы показывают блестящие результаты. Высокий профессионализм и стремление к победе доказал на ринге наш земляк Абукар Яндиев, завоевавший чемпионский пояс М1 в легком весе. В рамках шестой по счету битвы в Назране дорога в М1 пройдет 19 боев. На турнир съедутся бойцы из Дагестана, Чеченской республики, Украины, Азербайджана, Кабардино-Балкарии. Нашу республику на битве представят Адам Цуров, Ваха Шанхоев, Иса Ханиев и другие. Такие соревнования вызывают не только огромный зрительский интерес у жителей Ингушетии, но и приток желающих заниматься в клубы и секции. Битва в Назране дорога в М1 пройдет 11 марта во дворце спорта Магаз. Юсуб Гелис Ханов, Адам Далаков, Новости 24.